Мы почувствовали, что нас где так много и что-то нужно делать на Новый год. Ну как же так? Новый год и без праздника для детей. И я обратилась в агентство по организации праздников. Мы еще были на старой школе и приехали к нам артисты. Они провели у нас несколько утренников и мы решили, что больше никого заказывать не будем, а будем делать сами для своих детей. Все очень круто. Я считаю, что утренники – это крутая вещь, необыкновенная, сказочная для детей. Это очень нужно и всегда нужно вкладываться в такие праздники, вкладываться материальными, физическими трудами, чтобы взрослые старались сделать праздник своим детям, свои тренера старались сделать праздник детям. И в целом это очень круто. Ну что ж, что такое наши утренники? Утренники – это не только ценный мех, но, наверное, и 3-4 килограмма нереального счастья. Можно сказать о них так. По-моему, самое, наверное, для нас основное центральное событие – это утренники, потому что они занимают очень много нашего времени и подготовки, очень много эмоций, очень много впечатлений, сил, и каждый раз мы объединяемся и становимся дружнее и дружнее, наверное, благодаря утренникам. Пятый год, да, участвую в утренниках в нашей школе. Я по опыту понимаю, что лучше всего у нас получаются утренники для маленьких детей. Это 3-4, 5-6 лет. И почему-то, когда мы придумываем, у нас возникают идеи именно русских сказок, воплощения каких-то русских персонажей. И эти утренники, они немножко другие, нежели утренники для взрослых, потому что там ты уже стараешься больше впечатлить, поразить, там сложнее еще декорации, костюмы, и дети, взрослые уже оценивают тебя по-другому. А малыши, они так на все реагируют, они еще верят в эту сказку, в это чудо, поэтому легче создать эффекты замораживания, переодевания, перевоплощения – это очень здорово. И в этом году морозка, ну у нас часто бывают такие моменты, когда мы просто выходим, начинаем колоться, смеяться. У нас каждый выход в этом спектакле была какая-то новая шутка импровизация. В принципе, роли достаются мне все, которые хотел. Единственное, в этом году я хотел быть Баба-Ягой, я был даже готов побриться ради нее, но Женя сыграла Баба-Ягу лучше, чем я себе представлял. Поэтому, ну, морозка, нормально, хорошо, в принципе, мне понравилось. Вообще, я считаю, что прошло все круто, мы растем с каждым годом. Крутые декорации, крутые костюмы, вот, и Михаил со Светланой у нас тут жгут, особенно в костюмах. Команда очень сплоченная, ну, на первый взгляд, да и вообще оказалась. Все очень разные, но в то же время, ну, индивидуально, но в то же время это такая одна большая дружная команда. Это очень круто, потому что все друг другу помогут в любой момент, все выручат с теми же костюмами, гримом, просто подскажут, как лучше сыграть роль, минусы и так далее. Это все очень круто. Королева еще. Королева Евгения Александровна. А в сказку веришь? А как в нее не верите, если ты в нее танцуешь? Сказка, а не жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok